К другим темам. Месяц прошел с момента вступления в силу последних положений федерального закона 220, которое регулирует пассажирские перевозки. О том, как в Омске заставляют перевозчиков соблюдать закон, сегодня рассказали его блестители. Подробности в материале моих коллег. Контроль за соблюдением закона не прекращается и в ночное время, и в выходные дни. За четыре недели уже провели 26 рейдов, составили 198 протоколов. Основная доля – за отсутствие карты маршрута. Перевозить пассажиров без маршрутной карты является административным правонарушением. За него предусмотрен штраф водителю в размере 5000 рублей. Во время рейдов инспекторами УГДН осуществляется контроль не только по 220 федеральному закону, по всем направлениям деятельности, то есть по соблюдению перевозчиками лицензионных требований, других требований транспортного законодательства, что отражается в количестве составляемых протоколов. На омских дорогах не хватает остановок и зачастую пассажиры просят водителей маршруток остановить у столба или за перекрестком. В этом направлении продолжают работу. Внимание о мечей Игорь Кожухов вновь обратил на порядок посадки и высадки пассажиров только в остановочных пунктах маршрута. Нормативная пешеходная доступность по СНИПу это 500 метров, если от места проживания, то есть заявителя до ближайшего остановочного пункта расстояния не превышает 500 метров, то скорее всего в этом случае будет отказ. Если нормативная доступность превышена, то тогда включается в план работы и уже выстраивается очередность, где более нарушена пешеходная доступность. Закон работает, а значит продолжается активная борьба с перевозчиками-нарушителями. Чтобы их становилось меньше, также вносят корректировки в маршруты и устанавливают новые пункты остановки.